Существуют ли необъяснимые и потусторонние события вокруг нас? Или это просто наше воображение и фантазия? Бывает в жизни всякое. Помню, в детстве был случай, лет 8 мне было. Жил тогда в Волгограде, в частном доме. Выхожу на улицу, а в небе высоко висит несколько зеленых светящихся шаров разного диаметра. Родители тоже вышли, сказали, что типа недалеко полигон. Капустин Яр. И это наверняка оттуда запускают. Ничего подобного видеть не приходилось. Что это реально было, не могу сейчас сказать. Еще случай был лет 5-6 назад. Ночевала с подругой в палатке в лесу, в Подмосковье. Опыт ночевок был к тому времени уже немалый. Тысячу раз ночевали, не впервой. Всегда ложились спать ногами к выходу. Всегда. Так легли в этот раз. Ну, просто не могли по-другому лечь. А проснулись утром ко входу головой. Было как-то не по себе. Во время другой ночевки в том же месте, не помню только до первого случая это было или уже. После, недалеко от палатки упала огромная сосна. Всю землю перерыла вокруг ветвями. Упала бы в другую сторону. И все. В конце 80-х, когда появилась литература по всякой потусторонней шелухе, один чел приобрел княженцу с текстом какого-то заклинания. Бредовый текст. Как сейчас помню, начало текста, запоминающийся очень Ди-Би-Би, Ди-Жи... Ну, как по тексту. Он был весь испещрен этим потусторонними словечками. Рекомендовалось прочитать это перед сном. Прочитав текст, человек получает космическую энергию и, соответственно, здоровье и силу. И вот этот чел, ложась спать и начав читать текст, почувствовал это явление, про которое выше говорилось, у него перехватило дыхание. Он почувствовал, что ему что-то навалилось на грудь и двинуть руками и ногами он никак не может. Через некоторое время его отпустило. Естественно, забросил он эту княженцу куда подальше. Это прозрачный сон. Или, как его по-нашему, это нормальное физиологическое явление. Просто обычно он быстро проходит, как пограничное состояние. А определенные методики есть, как в нем задержаться. Это скорее сродни гипнозу. Неопознанные летающие объекты видел три раза. И все в Рязанской области. Постараюсь описать кратко все три случая. Первый. 2002 год. На весенней охоте. Последний день перед отъездом, и никто не пьет. Лежу на раскладушке и загораю. Небо ясное. Погода солнечная. На мне поляризованные солнцезащитные очки. Вдруг замечаю в небе летящий серебристый кеглеобразный объект. Траектория полета не прямолинейная, а скорость непостоянная. Кричу товарищу, показывая ему на объект. Он ничего не видит. Снимаю очки и тоже не вижу. Надеваю, вижу. Пока менялись очками, объект скрылся. Конечно, народ надо мной поиздевался в сласть. Поэтому люди предпочитают о таких вещах лучше промолчать. Второй случай. 2004 год. Дорога Рязань-Спаск. Ночь. Еду в машине и вижу непонятные блики на лобовом стекле. Не придаю этому значению. Через несколько километров вижу припаркованную на обочине Бэху и двух своих приятелей, стоящих на обочине, задранными в небо головами. Останавливаюсь, выхожу и смотрю. В небе на фоне звезд несколько ярких светящихся шаров. То сливаются в один, то на большой скорости разлетаются в стороны. То просто медленно движутся. Смотрели минут 30. Потом договорились, что ничего не видели и поехали дальше. Третий случай. 2007 год. Весенняя охота. Апрель. Наблюдал это явление человек 12. Среди них, кстати, два бывших летчика. Один вертолетчик. Начальник местной милиции. И много других непьющих людей. Ночь над горизонтом градусов 30 висит светящийся шар. Крупнее самых ярких звезд. И мерцает. Кстати, если от звезд по воде были световые или лунные дорожки, то от него не было. Я попытался рассмотреть объект поближе и взял карабин с 14-кратным льюпольдом. Рассмотреть удалось приплюснутый шар с мерцающим цветными огнями поясом. Идея направить на объект карабин не получила поддержки в коллективе и толком рассмотреть мне ничего не удалось. Все попытки фото- и видеосъемки на мобильные телефоны не увенчались успехом. Объект провисел на одном месте около часа, время от времени меняя свое местоположение по горизонтали с большой скоростью. Потом от него отделилось три маленьких объекта, которые по наклонной спиральной траектории опустились к земле. После этого через несколько минут большой объект очень быстро начал подниматься вверх и исчез среди звезд. Сейчас наблюдавшие со мной это явление люди очень неохотно вспоминают случившееся. Летчики, которые были с нами, в один голос заявили, что ни один из современных летающих аппаратов не может зависать на одном месте на такое продолжительное время и менять с такой скоростью свое местоположение, причем не издавая при этом никакого звука.